Добрый день, я Урёнова Ирина. И я, Гриневич Роман, представители Рословской районной детской общественной организации Ребячая Республика Детского объединения «Идельвейс» средней школы номер 8. Сегодня в гостях у директора Центра творчества Величкина Владимира Ивановича, который является почётным гражданином города Рословля. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте, мои дорогие. У нас в районе проходит патриотическая акция «Дети войны». Согласны ли вы сгонять участие в этой акции? Да я, конечно, на все ваши предложения я не могу ни ответить, ни согласен. Просто, да, действительно, как-то необычно вот это название, оно недавно появилось. Дети войны были заслуженные люди, героические люди, были ветераны Великой Отечественной войны. И, значит, наконец-то шла очередь, вот, дети войны. Ну, война и дети какая, война, детство есть детство. Мы ведь, как-то, так сказать, играли, и война была, говорится, как бы стороной прошла. Когда посмотришь на детей времен современных, говорится, горячих точек, то ли на Украине, дети, конечно, они там и пугаются, но в то же время проходит все это и вновь они окунаются в детство. Так у нас, так у нас было. Было 4 года мне, 37-й год, помните 37-й год? Страшный год, мне говоря, это год предателей, там все друг другу предавали, все, так сказать. 37-й год, ничем таким трудным не запомнился, конечно, помнится все, так сказать, очень-очень смутно, по рассказам, но, тем не менее, вот, как говорят, опаленность, война тоже в какой-то степени коснулась. Ну, как же, когда, так сказать, кругом, я родился на Орловщине, это 100 километров от Орла, так вот, станции Верховья. И первый эпизод, наверное, я вспомню война, значит, у нас был хороший дом, деревянный, значит, и вдруг налетели. Тогда еще, мы не под немцами, немцы в нашу деревню тоже, так сказать, заявились, немцы еще не были, но налетели самолеты немецкие. И начали бомбить, бомбить, бросая подряд бомбы, бейте, конечно, в жилые места, бомбы у нас был большой, в Батушке огород там 50 соток, и на огороде одна, и подальше одна, и третья там уже в поле. Большая воронка, такая воронка образовалась, что потом в нее образовалась вода, и мы в этой воронке учились плавать. Так вот, так получилось, что понятно, что паника, не дай бог вам ощутить, я тоже, извини, так просто по представлению могу, когда летит самолет, когда вот это немецкие эти, самые мистер Шмидт и бомбардировщики с таким боем, и с воем эти бомбы, тут смотришь иногда салют, смотрели салют, как садрогается земля, что-то такое, вот это, для меня это всегда наивает ощущение вот этой, так сказать, налета авиационного. И так получилось, что вот запомнилась война, что все бросили, забыли про меня, ну взрослый инстинкт какой, побежали, каждый тут быстрее сами прятаться, а взрывной волной вылетели все стекла из дома, и мне, не помню право, или все эти маленькие стеклочки, мне все, так сказать, в колено они впились. А сейчас незаметно, если вы хотите, чтобы показано, они незаметно, они уже, так сказать, рано войны заросли. И вот, значит, тот самый, и вот все, потом спохватились, вот, мы же молотку-то оставили, вот, и вот с этим, с этим, конечно, вы знаете, жизнь, например, мной большая, длинная прожитая, как-то ощущение того, что уже, ну, наверное, так вот по виду, я старый же, да? Нет? Нет, не столько. Понимаете, вот ощущение душевное, мне кажется, такой же безалаберный, такой же Володя Величкин, который, значит, в колу ходил, который, верится, бегал по, у нас, железнодорожной станции, по просмоленной мазутом земле, она, земля, нагревалась, так сказать, и все, с детства запомнилось босоногой, вот, прогретой землей. Вот это первое ощущение от войны. Второе ощущение от войны было, это, если я смутно помню, самая эвакуация, нас эвакуировали, вот, из Орел, Орел, наверное, проезжали, 100 километров от Орла, и нас туда дальше, в сторону, слышали, может, город Елец, если нет, то Воронеж, и там Становлянский район, моя мечта, моя мечта побывать, там же, где-то в тех местах похоронен мой брат старший, вот, и нас туда, значит, это уже порассказываем, Я помню, я помню единственное, что я где-то на улице, и вот, так сказать, мы забивались в охотенку, на печку, и печка грелась, и там, я не знаю, сколько количество было людей, и все вот так, прижавшись друг к другу, врезались на этой печке, потому что печка деревенская, это великое чудо, великое чудо, что кимпич, кимпич, вот, он обладает, не является целебным, так сказать, с ним нельзя, нельзя, старики, когда что-то, что-то заболело, на печечку забирали, забирались, вам не приходилось никогда на печечку русскую, на кимпички, И все отлегало сразу, и все хворобы, и спинка переставала болеть, вот, такая терапия русской, венские, не зря говорят, все, все начинается, вот, когда весь угол, жизнь деревенская, от печки, Это второй эпизод войны, третий эпизод, я, если, так вот, если вспоминается, это, когда мы вернулись, здесь, это потом тоже порассказано, были немцы, остались, А здесь остались средний брат, значит, и мать, они, как говорится, под немцами, что в этой хате немцы были, вот, и когда мы вернулись, пепелище, дом сгорел, немцы отступают, как правило, уже и видели, и знаете, А этого очень мне пришлось, говорится, вот, так сказать, и видеть, и ощутить, и пережить. Дом сгорел, хороший дом был, бревенчатый, деревянный, у нас на Ролошине лесов мало было, и поэтому это редкость, чтобы вот такой добротный дом из бревен был сделан. И вот мы копались, копались мы в этом пепелище, и находили, я не знаю откуда, там, очевидно, это, наверное, дом был составлен, какая-то веранночка, цветные стекла, знаете, красные, зеленые, и мы находили вот эти стеклышки, вот, и дарили девочкам, вот, вот таким девочкам, говорится, и самое главное, и вам тоже, да, вы там смотрите. Куда-то, сюда. И девочкам, а, они всегда ругались, говорится, вот мне то, это красивее стеклышко подарило, нет, я найду еще. Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, какие игрушки были в обмене родной? А какие игрушки, как ты думаешь, какие игрушки? Игрушки мы сами искали, мы сами искали, потому что мы, я не знаю, или кто-то там где-то копался, рылся, как сейчас у нас в Косках, ребята до сих пор, наверное, то, что лагерь перестал, а до сих пор все находит патроны. Самой лучшим, манящим, говорится, игрушкой, которой можно что-то было сделать, был порох, 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 военный порох, которым заряжались мины, снаряды, сам бомбы. И к нашему, к нашей большой, глупой радости было то, когда бродяло по полю, мы наткнулись на такую большую воронку, которые, когда собирали, наши саперы, они там кругом пособрали все, и все до более благоприятных времен, все поставили в этой воронке. И мы, когда увидели такое богатство и грушек, мы, конечно, для нас не доходило, насколько это опасно, мы обалдели. Конечно, со всей осторожностью, мы вынимали ту же мину, как-то что-то, как могли, раскручивали, удавалось до поры до времени, значит, а порох был, порох, понимаешь, что такое порох? Он и такими крупенькими, и пластинчатыми, и трубочками, и разноцветные, это чудо. Порох был еще необходим, что мы делали самодельные, так называемые, пистолеты, поджигные. Не знаете, что это такое? Пистолет, да? Трубочка, конец плющится, закручивается, находится такая деревянная рогатулька, проволочка, все это прикручивается, потом сбоку надрезается, туда, значит, типа, самое, порох, потом, значит, какой-то, значит, дробь или еще какой-то металл, потом опять порох, а потом здесь поджигается, и, так сказать, ну, это тоже опасно. И вот мы нарвались однажды огромные, самые бомбы, не разорвавшиеся авиационные, и крутили, ну, это дурачок, это вообще-то, как мы остались и в беде, ничего, никак не можем открыть, но знаем, там порох, какой-то там порох не было, там же была взрывчатка. Вот, и разожгли костер, и потом костер это рванул, и у нас, кого руку, кому ногу, и, в общем, всех, и во многом, ребят, покалечено капитально. И вот я возвращаюсь к этому моему ангелочку, мы там в деревне стекла задребезжали, и мы шли, что нам будет, истекая кровью, то, как угодно, а у меня уже было, вот если, мое соприкосновение с Боженькой, как бы, и идущей от этого ангела, я говорил, ребята, ребята, вы знаете, а я знаю одну молитву, если я помолюсь, нам еще не будет. Грузденький такой, скажешь, сам, ты, я тоже, и проще, будут там помимо всего. И вот, а я молитва простая была, Боженька три раза говорил, Боженька помилуй, Боженька помилуй, Боженька помилуй. Дальше я цифры рисовал три, зачеркивал, и последний раз перекрестил. Приходим, и там место какое-то угодить, живые, ай, там все кинулись быстрее, нас перевязывать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие игрушки, конечно, для нас было чудо, они и собственные игрушки, игрушки впервые, наверное, в седьмом классе у нас была елка, вот тогда, значит, появились новогодние игрушки, и блестящие, откуда-то большие, и привезенные, и самодельные. И, в общем, я много говорю, теперь я жду от вас. Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста, как война коснулась вашей семьи? Война как, как тебе зовут? Роман. Роман, а вас? Ирина. Ирина. Ирина, Роман, Ирина. Вереколепная вина. Да, семья, конечно, коснулась, конечно, коснулась, знаете, как-то по дурному, беззаботному детству это как-то не отлегло, с отца я не помню, отец ушел с первых дней войны, там, так сказать, и где, как, какая-то такая история произошла, что те, с кем он, значит, вместе, самое, забрали их, переодели, вот, и вдруг до войны тогда это было, и сейчас это тогда была редкость, кончил высшую партийную школу, партийным работникам, переоделись, и вдруг приходят, что это было, не понять, приходят двое в штатском, спрашивают, кто здесь, будет величин Иван Максимович, я, переодевайтесь, пойдем со мной. Увели, и больше никто сослужился, с деревья их не видели, кто-то видел ее в Берлине, и он большим начальником, короче, он домой не вернулся, самое, после учебы, как раз, так сказать, у нас совпала такая пьеса «Отец», где там тоже прождественная, так сказать, ситуация, когда отец не вернулся, другую семью зовел, и вот мне это очень близко было, и приходилось собирать роль сына, разыскивающего отца. Брат был старший с 30-го года, это было ему, представляете, 30-го, 40-м, 17 лет где-то, это 40, не с 30-го, это сестра, а он с 20-го, с 20-го года, это было 21 год, тоже, тоже судьба, как говорится, очень, собственно, и не воевал, не воевал, значит, забрали где-то какие-то краткосрочные курсы автоматчиков, вооружили, прошли эти курсы, новенькое манерование, новенькие автоматы, и тут попали под немецкую засаду, и всех, так сказать, подекошетили, туда вот тоже, где были мы эвакуированы, а Трамп, похоронка пришла, умер от Трамп, я представляю, какие пришлось, это же автоматные очереди, то есть все, из река Шейщина, и все, не знаешь, где тут живого места, вот такая судьба. Далее, я говорю, я самый, самый маленький, видите, вот тоже вот, что дети войны, о войне, пору моему среднему брату рассказывать, сестре, на который более пришлось испытать, а я сейчас уже сижу перед вами, вроде говорю о войне, который, в общем-то, который, в общем-то, и не выделил, и не сходил. Владимир Владимирович, когда у нас наступила победа, какие у вас были ощущения? Очень странные ощущения были, понимаете, мы, я вам говорю, что все время в игре, все время, так сказать, в этом бродяжничестве, за нами никто, а куда-то, мать с утра до позднего вечера, колхоз, сестра там что-то свои, мы, и вот, мое поколение было предоставлено сами себе. Мы брели, это самое, где-то в районе депо, чем занимает, сейчас собирают металлолом, там тогда не сдавали, вот, черные металлы, сдавали цветные металлы. Из депо, из депо, так сказать, выбрасывали такие подшипники медные, которые можно было сдавать, и какую-то копейку, и купить, и, значит, и конфет, и сигарет. Ну, ясно, что пробовали, мы, так сказать, сами себе предоставлены. Ощущение победы, а никакое ощущение, видите, вот, я не знаю, вот такая победа, но это равносильно, что вот наши победили, равносильно, как вот, как это кино, смотрели, смотрели, все, победа наша. Победа, вот я сейчас, если, кажется, со взрослой, говорится, со высоты анализирую, что, как бы, закономерность какая. Сейчас только по радио объявили, что победа. Мы уже войны не ощущали, наверное, было другое ощущение победы, когда там что-то, потому что и немцы пришли, заняли этот наш поселок, как бы, без нас мы эвакуировались, и приехали немцы, не было, и немцев во очередь-то мы не видели. Наверное, если бы, как вот, в Ростове здесь были немцы, когда концлагерь, когда страшные эти самые, и когда освобожали Смоленщину и Ростову, конечно, ощущение радости, оно неимоверное было бы. А это, как само собой разумеющее, сейчас только по радио объявили победу, все, ура, победа, значит, убыла. Вот такая, ну, понятно, естественно, радость, что наша победа, мы победили. Было, а вот такой, как говорится, триумфальности, чтобы вот самого, ну, что ли, особого такого ликования не было, это как само собой разумеющее, что победа, мы победили, как бы, иначе и не могло быть, иначе и не могло быть. Ну, это где-то, там же война-то далеко, так сказать, была уже вне России, вне, там, так сказать, сам других, на Западе и непосредственно в Германии, и поэтому такое ощущение, это не значит, конечно, конечно, победа, конечно, конечно, радость. Вот, ну, какая-то такая, я бы сказал, обыденная радость, вот, вот хорошо, что, кстати, победили, что почему-то, почему-то это непреложный, вот непреложный. Иначе, это настолько истинно, иначе не должно быть, потому что мы тогда, мы смотрели же много кино, очень, так сказать, сразу же шли, самое, разыгрывали, там, немцы и прочие, сам делились, и все время, значит, как сейчас помню, что, значит, наши все наступают, наступают, там, в этом игре, а что нет, а немцы тоже в ответ, они же тоже много, так сказать, наших убивали и наступали, принижать нельзя, принижать нельзя, потому что от этого и победа более такая, становится весомой. Владимир Иванович, спасибо вам за беседу, мы приглашаем вас к нам в школу, чтобы встретиться, также беседовать, поговорить. Какой голос, грудной голос у ребенка, чувствуется будущее женщины-мать. Спасибо большое, ребята, я хочу закончить нашу встречу таким любимым стихотворением, самое, с пожеланиями, вот, таким, ретро-перспективой, как вот Светлана Александровна, как у нас, Светлана Александровна, пионерия, комсомол, есть у Евтушенко такие хорошие слова, что и всегда понимали, мы святы и строго, и Светлана Александровна, поколение мое в темпе, никогда не опустим мы головы вниз, это наша судьба, это наша дорога, пионер, комсомолец, потом коммунист. Вот, пусть, понимаете, идею, конечно, можно изразить, самое главное, что вера, святая вера была этих ребят, комсомольцев, пионеров, и чем дальше пусть жизнь уходит от рождения даты, затерянной в десятилетиях и годах, тем ближе, кажется, Светлана Александровна, к нам стоит пожарный, и пусть тоже и перед вами со знаменем, трепещущим в руках, и барабаны бьют стальную дробью над временем, над пламенем костром. Они же не знают, что такое пионерский костер мои. Как много, да, много лет назад, всегда, всегда готовы. Мы отвечали, а теперь вы будете отвечать.